У кого на компьютере точно установлен антивирус и кто проверяет флешки? Просто руки, помните? Лесорук не случилось. Хотя, казалось бы, современные дети становятся активными пользователями гаджетов с рождения и с правилами кибербезопасности должны быть знакомы. Беседу с десятиклассниками специалист начинает с серьезных понятий – киберпространство, виды вирусов, фишинг. Самое главное – не переходить по сомнительным ссылкам, проверять всегда сайты, чтобы они были официальными. Никому не передавать какую-либо свою информацию конфиденциальную, которая касается только тебя. И вот это, я думаю, основные правила. 52-я школа Нижнего Новгорода – одной из первых присоединилась к марафону киберграмотности. Волонтеры финансового просвещения обратили внимание старшеклассников на наиболее распространенные способы мошенничества. Молодые нижегородцы чаще всего попадают в неприятности, совершая покупки на сайтах частных объявлений. Пройти по безопасной ссылке, оплатить этот предмет, внести предоплату, ввести секретные данные, включая серийный код на обратной стороне пластика. И в итоге все деньги с родительской карты списываются таким образом. Это самый распространенный случай сейчас. К мероприятиям марафона подключаются не только школы. Основы кибергигиены важны всем возрастным категориям. Организаторы планируют охватить максимальное число жителей региона. Наша цель – рассказать простые правила кибербезопасности максимальному количеству жителей нашего региона. И эту задачу мы готовы решать совместно с министерствами, ведомствами Нижегородской области. Проведение кибермарафона поддержали члены регионального аккордационного совета по финансовой грамотности. Спикеры проведут лекции в школах, в вузах, на предприятиях. Мы готовы делиться своими материалами с представителями организаций, чтобы они в качестве волонтеров финансового просвещения могли вносить информацию до своих коллег. Марафон кибербезопасности – это возможность задать вопросы экспертам. Чтобы знания в данной сфере были не отрывочными, а систематизированными, в Нижегородской области хотят ввести образовательные программы в сфере кибербезопасности. Очень важные знания, и эти знания лучше получать и компетенции осваивать не в ситуациях каких-то форс-мажорных, в которых вы можете оказаться, а немножко заранее. Марафон киберграмотности в Нижегородской области продлится до 15 декабря.